Всем привет! Спасибо большое, что заглянули на мой канал. Сегодня мы с вами поговорим про прыщи, про борьбу с ними, про те многочисленные средства, которые я нашла и которые мне помогают в уходе за своей кожей. Поэтому очень надеюсь, что видео будет вам интересным. Обязательно оставайтесь вместе со мной. Сегодня у меня все-таки будет акцент больше на уход за кожей, но у меня уже было ранее видео, где я показывала, как я победила вообще свои очень страшные прыщи, что, конечно же, нужно обязательно обращаться к доктору, но иногда бывают такие моменты, что нас сильно обсыпает. И вот у меня недавно такое было, я решила, что хочу вам показать те средства, которые меня просто спасли и помогли быстрее решить эту проблему. Я хочу вам рассказать о работающих средствах против акне, и у меня будут здесь и бюджетные, и что-то подороже вы можете выбрать для себя, те, которые вам лучше всего подходят в плане ценового диапазона. И хочу сказать, что первый этап, естественно, это очень важное очищение. Я очищаю свою кожу гидрофильным маслом, все мы это знаем, умываемся с пеночкой. Первое, что хочу показать, это вот такие вот пады. Вообще, я рекомендую не конкретно их, мне очень нравятся такие вот подушечки для очищения, которые есть от прыщей на iHerb. Я на них ссылочку оставлю внизу и оставлю вам здесь вот картинку, чтобы вы знали, какие брать. Сразу хочу сказать, что именно эти пады с iHerb, они очень хорошо помогают, они очень хорошо подсушивают именно все высыпания, но использовать их лучше раз в три дня. На самом деле, даже раз в два дня их за много, потому что они могут пересушить вам кожу. Я обычно разрезаю наполовинку этот диск, протираю все лицо, где-то, если у меня прям какое-то огромное высыпание, оставляю, чтобы он поработал, и хотя бы пять минут даю, чтобы эти вот кислоты, которые в нем есть, подействовали на нашу кожу. Очень хорошо помогают. У меня закончились, поэтому я пока не заказывала, так как мне вот эти прислали на обзор, но все-таки те мне здоровски помогали, и они очень хорошо помогают и против черных точек. Дальше тоже поговорим о этапе именно тонизирования, грубо говоря, потому что те пады тоже, в принципе, можно использовать как и тоник. У меня есть два средства. Если говорить про этап тоника именно в то время, когда меня сильно обсыпает, лучше всего мне помогает вот этот вот лосьон от 100 проблем. Я его использую именно как тоник, просто наливаю на ладошки, растираю и вот такими вот движениями наношу. Я в данный момент, когда меня обсыпало вот сейчас, буквально, наверное, недельки три назад, использовала его и утром, и вечером, он кожу не пересушивает. Он тоже есть на Велборис, он бюджетный. Оставлю ссылочку на него тоже вам внизу. Советую. Они есть разные, у меня сейчас осветляющие. Они отличаются только тем, что компоненты немножечко по-разному там стоят. Я думаю, что можете выбрать любой. Они вообще продаются в бюджетных магазинах. Я видела их еще и в больших торговых центрах. Я думаю, что вы без проблем найдете. Мне очень хорошо после высыпания помогает. И, в принципе, я его люблю использовать на такое вот зимнее время. Особо не увлажняет. Сверху нужно еще будет, конечно же, увлажнить. Но вот именно как успокоение такое, которое не раздражает кожу, очень хорошо подходит. И еще, если вам, допустим, не подходит или вы не хотите использовать кислоты, достаточно хорошо помогает гидролаты полыни. У меня вот этот от Organic Zone. Organic Zone есть на Велборис тоже. То есть его достаточно просто заказать. Это бюджетная тоже косметика, российская, кстати. Но гидролаты есть еще крымские, если хотите, можете заказать. Отлично помогает, отлично успокаивает, немножечко увлажняет. У него, конечно, такой запах... Ну, запах такой травки. Просто когда вас обсыпают, мне кажется, не стоит привередничать. Подумаешь, немножечко травкой пахнет. Буквально минутку этот запах быстро проходит. Мне очень нравится, что оно в форме спрея. Очень легко наносить на кожу. И действительно кожа хорошо успокаивается. Именно о таких классных волшебных свойствах полыни против акне уже известно давно. Но также полынь сейчас достаточно популярный компонент, просто как антивозрастной уход за кожей. Еще хочу вам, кстати, показать тоже один тонер. Этот вот. Я думаю, что знают многие корейские. Мне кто-то писал из подписчиков, что он вызывает прыщи, потому что здесь есть масло. Сразу хочу застрить ваше внимание, что масла есть комедогенные, а есть не комедогенные. Здесь комедогенных масел в составе нет. Он очень хорошо этот тоник увлажняет. Он пощипывает. Он такой действительно уже интенсивный. Я бы его использовала максимум раз в день. То есть не два раза в день, ни в коем случае. И даже если вам его за много, можно там через день чередовать. Этот я заказывала на iHerb. Промокод на скидку iHerb я тоже оставлю внизу. И все ссылочки, все названия будут под видео. От Елизаветки. Мне он очень нравится. Вот этот вот я заказываю для своей подруги, у которой проблемная кожа уже третий раз. И действительно он и увлажняет, и биочайки слоты хорошо работают, растворяют сальные пробки, хорошо увлажняют. Это очень, кстати, важно, потому что многие думают, что когда вы против прыщей боретесь, главное кожу высушить. Нет, ее очень важно хорошо увлажнить. Поэтому хочу вам показать средство. Вот такое вот. Это от Sapio антиакне сыворотка для лица. У меня, кстати, есть, оказывается, промокод на скидку. Я его тоже оставлю вам под видео. Если вы захотите заказать вот от этого бренда, тоже можете присмотреться. Мне нравится эта сыворотка тем, что здесь большое количество именно экстрактов, которые хорошо успокаивают кожу. То есть, если вы нанесли под низ, допустим, вот эти вот пады, которые очень сильно вам сушат кожу. Наверх вы нанесли тоник. Но обычно я использую что-то одно, либо пады, либо тоники. Сверху наносим сывороткой, которая хорошо успокаивает кожу, имеет хорошее антибактериальное свойство. При этом очень хорошо увлажняет. Она мне сейчас на зиму очень нравится. И вообще у этого бренда есть прям такой набор антиакне. Туда входит БАД. Вот такая сыворотка. Есть еще тоже умывалочка, которая у меня тоже есть. Я ее люблю использовать на утро. Эта умывалка, она именно такая вот тоже. Она достаточно бережная. Очень важно к коже относиться вашей бережно. И этот бережный уход вы можете получить с помощью этой косметики. Я делаю на нее более подробный обзор. Ссылочку оставлю вам под видео. И здесь тоже оставлю, чтобы вам было удобно. Можете перейти посмотреть. Я не хочу на этом заострять внимание. Но вот эту сыворотку, допустим, я использовала тоже раз в день. И мне она очень нравится. Действительно, кожа очень быстро успокаивается. Мне вообще повезло. Получилось достаточно быстро свою кожу успокоить. Видео будет для вас очень полезно. Я собрала много классных продуктов. Поэтому поставьте мне лайк авансом. Конечно же, мы прекрасно знаем, что состояние кожи зависит от внутренних фактов. И от внешних. Поэтому здесь, в принципе, есть БАДы. Если у вас нету каких-то серьезных проблем со здоровьем, вы можете попробовать. Я, допустим, сдавала анализ на хеликобактер. В свое время мне удалось победить прыщи именно таким образом. Также мы помним про питание. Обязательно, допустим, меня быстро обсыпают, если я снова начинаю есть булки и сладкое. Мы должны помнить, что бактерии, которые вызывают высыпание, сахар для них является пищей. Если у вас есть такие проблемы, последите за питанием. Я, в принципе, отказалась от сахара, от сладкого, от хлеба белого. И у меня таких проблем стало намного меньше. Едем дальше. Есть у меня еще одна сывороточка. Это сыворотка с ретинолом. О волшебных вообще свойствах ретинола, я думаю, что много кто знает. У меня, к сожалению, именно когда я боролась с прыщами, ее не было. Я ее использую сейчас. Хорошо помогает бороться не только с акне, а витамин А вообще используется даже врачами при лечении акне. То есть его и внутрь пьют, и наружу используют. Это идет такая сывороточка Промник с iHerb. Мне она достаточно нравится, но я себе потом закажу другую, потому что действие хорошее, но она как-то совершенно не увлажняет. Мне нравится, когда ретинол идет в таком комплексе, что очень хорошо увлажняет. Еще раз повторюсь, вот против постакне очень хорошо помогает, быстро очень сходят пятна. Я даже в последнее время могу не использовать тональный крем днем, и мне это очень радует. Состояние кожи достаточно приятное. Она очень хорошо работает. Вот эта малышечка достаточно бюджетна. Еще я вам список, наверное, сывороток неплохих с iHerb тоже напишу под видео. Вы можете на них присмотреться. И когда у меня были такие сильные высыпания, у меня был вот этот вот крем с ретинолом. Я наносила вот эту вот сыворотку, наверху наносила вот этот вот крем, потому что я знала, что ретинол будет очень хорошо работать. Но мы должны ни в коем случае не перестараться. Если мы наносим все эти активные компоненты, мы должны дать хотя бы 10 минуточек поработать. То есть я нанесла сыворотку, я походила 10 минут, подождала, пока она поработает. Если у вас нет времени, введите такую ретину на вечерний уход. Сверху я наносила крем с ретинолом. Этот у меня крем под глаза, но вот такой есть у вот этой фирмы iHerb и для лица. Я, насколько знаю, состав у них, в принципе, достаточно похожий. Крем очень такой экономичный. И я хоть его использую каждый день, вот еще раз повторюсь под глаза. И он, кстати, очень хороший. Мама тоже заметила от него хороший результат. Но вот на лицо тоже, когда наносила, очень быстро и хорошо успокаивала мои все высыпания. У меня на тот момент были высыпания. Какое-то время я думала, что они пройдут сами собой, что это что-то такое, знаете, когда межсезонье часто бывает, что высыпают. Но уже по стечению трех недель я поняла, что мне нужно что-то делать. Поэтому я взяла вот скорее вот все вот эти свои средства. И давай быстрее-быстрее бороться со своими прыщиками. Также мы прекрасно знаем, что есть биичи и кислоты. И всегда их советуют вот салицилку, да, для того, чтобы бороться с прыщами. Хочу сказать, что у меня есть вот такой вот наборчик. И на тот момент я пользовалась именно им, когда у меня начались высыпания. То есть они начались не от этого набора, но он мне вообще никак не помог. То есть вот здесь вот вроде биичи и кислоты есть в составе. Здесь есть тоник, сыворотка, крем. Этот набор, кстати, тоже есть на iHerb. Я вот думаю, ну вроде салициловая кислота. Вот пользуюсь, пользуюсь и понимаю, что мне от прыщины совершенно не помогло. Именно если против высыпания вы вот это рассматривали, мне не помогло. Я бы вам не советовала, хотела вот предупредить, чтобы вы не тратили деньги. Еще у меня есть точечные средства и есть маска. Давайте сначала я покажу вам маску. Я ее очень много раз уже показывала. Моя любимая маска против высыпаний. Это Белитовиткс. Это очень бюджетно. Я бывает наношу ее на ночь точечно на прыщики, с утра просыпаюсь, они успокаиваются. Люблю, когда есть высыпание, естественно, все лицо наносить. Кстати, она вообще не сушит кожу. Здесь в составе есть цинкоксид. Есть немножечко глины очищающей. Да, есть алкоголь, но она кожу совершенно не пересушивает. И есть салициловая кислота. То есть вообще крутой состав. Она настолько быстро успокаивает кожу. Если у меня какое-то сос-состояние на коже, сразу делаю эту масочку. Я делаю ее прям утром и вечером. И быстро-быстро кожа очень успокоилась. Присмотритесь, она у меня есть всегда. Вот из-за этого я могу что-то там менять, то, что я вам показывала. Но вот эта масочка, это прям must have. Дальше у меня есть вот такое вот средство от Selfie Lab. Это средство SOS гель для лица точечный. В последнее время, когда он у меня появился, я перестала вот эту вот масочку точечно наносить на прыщики, потому что мне нравится, как этот гель работает. Я уже тоже в видео про Selfie Lab показывала и рассказывала о его составе более подробно. Сейчас мы быстренько пробежимся. Я его наношу точечно на прыщики. Допустим, у меня вчера были вот такие вот высыпания на руке, достаточно большие. Я точно нанесла вот этот гель на руку. Сегодня проснулась, хорошо стухли прыщики, при этом они не пересушены, не образуются никакой корки. Быстро этот гель впитывается, что мне нравится. Если у меня какое-то большое высыпание, я хочу даже в течение дня нанести. Я наношу тоник, сыворотку, затем вот этот SOS гель и сверху накрываю это кремом. Он быстро впитывается и на нем хорошо даже держится где-то косметика. Нету такого, что я наношу консилер. Мы знаем, что чтобы замаскировать, нам надо побольше, поблотнее консилера. Очень хорошо себя ведет. Замечательнейшее средство. Здесь основной действующий компонент это масло чайного дерева. Но у меня масло чайного дерева есть отдельно, и оно так не работает, как вот это средство. Вот масло чайного дерева, оно всегда советовалось от прыщей. Я не заметила, чтобы оно работало. Она бюджетная, тоже есть на Велберрис. Это белорусская косметика. Также такие вот спасательные штучки. Но когда мне появился этот гель, мне стало... Есть еще вот такие вот пластыри, я думаю, что вы про них знаете. Могут заменить вот этот вот гель. И, наверное, даже не так заменить, а вот если прям какое-то проблемное высыпание, все-таки помогут они. У меня, смотрите, есть разные. Вот это у меня с Алиэкспресс. Оно достаточно неплохо работает. Конечно, корейские работают получше. Вот это намного бюджетнее. Оно стоит там доллар с чем-то. И оно хуже держится. То есть его надо приклеивать, пока вы еще ничего не нанесли на кожу. Тогда оно будет держаться. Если уже какой-то тоник нанесли, все, будет отпадать. Но даже неплохо. Дальше у меня есть от Кусаракс вот этих знаменитых. Они достаточно хорошо работают. Они приятные, но они, по-моему, даграговаты. Есть вот такие вот патчи тоже от Сумбайми. Я думаю, что это та же линейка, что и вот этот набор, что я вам показывала. Но патчи, это лучшие патчи, именно клеющиеся, которые я пробовала. Они прозрачные, их совершенно не видно. Можно даже где-то днем наклеить. Очень хорошо держится. У меня как-то было такое большое высыпание на спине. Я приклеила, и я с этим патчиком даже два дня проходила. И, несмотря на то, что я мыла из душа, он не отклеился. Очень хорошо вытягивает. И именно если у вас такой, знаете, бывает болючий прыщ, который сидит, я не знаю, два, три, четыре дня, неделю, хочется уже что-то с ним сделать, наклеили, с утра просыпаетесь, он наконец-то созрел, все выходит, быстро заживает. Вообще, я тоже люблю. Они у меня вот именно такие, как запасные штуки на... Ну, если какое-то непредвиденное обстоятельство, если какое-то большое высыпание, мне надо привести себя в порядок. Они меня очень хорошо спасают. Но, честно скажу, советую все. Вы можете просто купить те, которые вам удобнее, которые вам удобнее найти. Я подобрала именно те средства, которые действительно работают, потому что, сами знаете, что на этой проблеме часто производители зарабатывают. И мне хочется предостеречь вас от покупки ненужных вас вещей. Поэтому очень надеюсь, что видео было вам полезно и интересно. Вы для себя подчеркнули действительно нужную для вас информацию, потому что для нас, девочек, это большая проблема. Поэтому не забывайте поддержать меня пальчиком вверх, так как это маленький жест благодарности от вас. А для меня это очень важно и очень приятно. Не забывайте подписываться на мой канал, чтобы не пропускать вот такие вот полезные видео. Также не забывайте, что у меня очень много видео о покупках с сайта Алиэкспресс. Я на него ссылочку тоже оставлю вам чуть позже. Переходите, смотрите. У меня много классных находок. Смотрите другие видео, которые я вам рекомендую. Увидимся в моих новых видео. Всем до скорой встречи. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok